А перед началом этого видео я хочу порекомендовать вам нашего партнёра, Soulsbuy.ru. Это магазин лицензионных ключей, на котором помимо них есть возможность брать аккаунты в аренду. Вы просто посмотрите, какие здесь низкие цены. Heart of Iron 4 стоит здесь всего лишь 173 рубля, то есть на 523 рубля дешевле, чем в Стиме. Европа Универсалис 4 стоит 175 рублей, а новики и Круседеркинс 3 стоят 744 рубля. Покупая игры на Soulsbuy, вы поддерживаете разработчиков, ведь они приобретаются напрямую у официальных издателей. Комиссия при оплате отсутствует, а сама игра доставляется вам моментально. В случае возникновения какой-либо проблемы, вам поможет клиентская поддержка. А по моему промокоду EMBRO150 вы получите 150 рублей, которыми можно оплатить аккаунты. Soulsbuy. Лицензионный гейминг доступен каждому. Всем привет, мы продолжаем. Насчёт, кстати, Амура Магадана, здесь Амур начал тащить. Он пробился вот сюда, вот это означает то, что он сделал котёл. И в целом, я так понимаю, победа будет за ним. Ну, по крайней мере, я на это рассчитываю, потому что нам желательно, чтобы он победил. Мы, кстати, я так понимаю, совсем скоро уже будем влетать туда, на восток, потому что война на горизонте. Наша промышленность растёт, наши границы защищены, наши войска готовы идти к победе. Настало время посмотреть вперёд и закончить одно давнее дело. Систематическое уничтожение российской фашистской партии и их лакеев. Мы обрушим их финансы, раздаем партию фашистов и вернём территорию, на которой мы потратили много сил, после крушения союза. Большевики не смогли с нами справиться, не смогут и предатели фашисты. Мы теперь сильны, мы покажем истинную мощь обновлённого белого движения. Что здесь очень вкусно, так это стабильность плюс 20%. У нас сейчас 1%. Было бы неплохо, знаете, так на двадцаточку поднять. Кто не в курсе, здесь стабильность влияет не только на экономику, как в Ваниле, но ещё и на войска. Также скорость строительства в ООН, цель сопротивления на оккупированных территориях, 19, пока что у нас сейчас процентов. Желательно поднять стабильность, потому что нам будет и проще поддерживать экономику, и проще сражаться. Война на горизонте. Михаил II стоял за дверью, щель в которой позволяла отчётливо слышать голоса внутри. Его генералы собирались на совещании, и царь решил невежливым прервать их, довольный тем, что остался снаружи и слушал. Первым заговорил безошибочно узнаваемый голос генерала Леонида Мустафина. «Меня не слишком беспокоит фашистское военизированное формирование, но я понимаю, что Матковский набрал большое количество наёмников, а неопытные бойцы могут стать настоящей проблемой для наших солдат». При словах генерала, которые, казалось, подразумевали, что конфликт вот-вот начнётся, Михаил не мог не начать беспокоиться. «Неужели война начнётся так скоро?» Затем раздался второй характерный голос Бориса Шипунова, начальника штаба сухопутных войск. «Я не согласен, Леонид. Наемники умеют сражаться с бандитами, а не с настоящими армиями. Когда они увидят наших солдат, они разбегутся по ветру и бросят фашистов на произвол судьбы. И у этого сброда не будет ни единого шанса против наших сил». Михаил почувствовал, как у него упало сердце. Его подозрения были верны. И независимо от того, что он хотел, его маленькое королевство шло к войне. Он старался не думать о том, что всё это может обернуться для него очень плохо. На самом деле, он настолько разволновался, что случайно толкнул дверь. «Всё это прекрасно», — сказал третий человек. «Генерал Владимир Абрамов. Но у вас по-прежнему нет планов в завоевании этих территорий. Как вы предлагаете нам поступить?» Удивлённый появлением своего государя, Абрамов замолчал. А все генералы обратили своё внимание на Михаила. Первым заговорил Шипунов. «Ваше императорское величество. У нас потрясающие новости. Перё отложено в сторону, и меч должен быть обнажён. У нас открывается новое дерево фокусов». А вот оно что. А, здесь линейный фокус, а то здесь чисто сюжетка. «Затишься перед бурей». В течение очень долгого времени слабо обозначенная пограничная зона между Забайкальским княжеством и землями, принадлежащими русской фашистской партии, почти не имела движения. Теперь всё изменилось. Казалось бы, за одну ночь царские войска установили грозное присутствие, построили дороги, склады боеприпасов и многое другое, явно и открыто готовясь к вооружённому конфликту. Капрал Фёдорович был не дурак. Он знал, что эти учения не были показными и что его подразделение скоро вступит в бой. Он стал больше курить, чтобы успокоить нервы, но не мог избавиться от мысли, что, возможно, не доживёт до следующего месяца. Глубоко затянувшись и услышав шаги, Фёдорович поднял голову и увидел своего командира подразделения. «Доброе утро, Капрал», – сказал сержант. «Есть закурить», – Фёдорович кивнул, зажигая сигарету, как его просили. Сделав затяжку, сержант посмотрел на восток, мимо небольшого ручья, служившего пограничным знаком в направлении далёких гор. Он указал на Фёдоровича. «За этой рекой лежит земля, населённая полчищами разъярованных фашистов». Фёдорович молчал, проследив за взглядом сержанта. «Я не собираюсь лгать, Капрал, это будет нелегко. Они бросат на нас всё, что у них есть, и мы понесём потери. Этого не избежать. Так что готовьтесь, пока ещё можете. И если придёт время, убедитесь, что вы взяли с собой как можно больше фашистов». С этими словами сержант отбросил сигарету, бросил последний взглядный горы и направился обратно к остальным солдатам. Фёдорович оценил эту советскую беседу, но его тревога не уменьшилась. Смерть прожидала его прямо за горизонтом, и Капрал не был готов встретить её лицом к лицу. Кстати, у нас уже есть АК-47, поставил сейчас их производиться. А вот, вот эта вот дивизия, матризированная, она у нас появилась в конце прошлой серии. Когда с вами попрощался, смотрю, опа, дивизия. Причём я там не нашёл фокуса, который добавляли. Каким-то образом она к нам добавилась. Ну, спасибо, очень даже спасибо. Матризированная дивизия нам пригодится. И она, да, она жёсткая. Сапёр, карта, ширина фронта 16. Остальные дивизии у нас, конечно, медленные, а это поможет здесь, на этом трудном ландшафте, нормально так передвигаться. О, как интересно. Магадан сюда вот пробился. Если ещё пробьёт сюда, то мы уже с Амуром ограничить не будем. Сейчас мы получили, наконец-то, ещё людские ресурсы и поддержку войны плюс 5%. Людские ресурсы 7500. Уже 18500. Слушайте, так это нужно новую дивизию делать. На какие же они прожорливы по людским ресурсам? 6 тысяч одна дивизия, ё-моё. Ну, давайте, не знаю, может, две сделать. Я бы, конечно, моторизированными погулял, но моторизированными. Чё у нас по этим самым машинкам? Вот это вот они. А у нас вообще ноль, на самом деле, и их нужно делать. Ну, чё-то мне кажется то, что мы пока их не сможем делать. Нам нужно поставить сюда больше на эти танки и, точно, на допоснащение. Потому что оно у нас тоже в войсках напичкано. И хотя бы единичку, но ему тоже нужно будет поставить. Давайте вот так вот поступим. Линтовок пока у нас вполне себе хватает. Ну, хочется, конечно, калаши новые поделать, но мы успеем. Дальше. Нам нужно сделать выбор, на кого мы в первую очередь нападём. Мы тут объявляем войну сразу же после завершения фокуса 21 день. А я пока не понимаю, на кого мне стоит прямо сейчас напасть. Но раз здесь Амур тащит, наверное, всё-таки на Амур возьму. А, ну я не могу на Магадан взять, потому что мы с ним границу, так понимаю, потеряли. Да, потеряли. Давайте-ка сюда. Так называемый бандитский вождь Амура – это не более чем сломленный, стареющий псевдонацист, убеждённый и умирающий в дряхлой идеологии. Однако он всё равно опасен. Слухи из Востока указывают на проводимость серии чисток, что равнозначен случайным убийством на улицах и публично повешиванию несогласных. Розаевский традиционно считался невероятно жестоким лидером, но его недавние действия доказали, что он не в себе и действует далеко за пределами цивилизованности. Этому ворожству и преступлениям, которые он совершил против русского народа, должен быть положен конец. И чем скорее, тем лучше. Таким образом, мы должны подготовиться к тому, чтобы пойти на бандит и восстановить порядок под истинным наследником Харбина. Конечно, особого сопротивления не будет. В конце концов, разве его войска ни на что не годны, кроме как на убийство собственного народа? Действительно. Тем более, он пока сейчас очень сильно занят войной с Магаданом. Я думаю, налететь мы на него можем. Поделим мы Амур, конечно, с Магаданом, а потом на Магадан налетим. Как-то вот. В любом случае, мы их двоих сейчас захватим. Так, Магадан здесь, конечно, дерзим. Но Амуру долго сейчас не осталось, потому что мы наконец-то нападаем, и он будет вынужден сейчас войска свои сюда стянуть. Пошли-ка сюда вот. Единственное, что вот сейчас столица Амура, она находится под Магаданом. Дело в том, что, правда, столица... А, нет, все нормально. Пошли-ка, кстати, я сейчас эту машинку направлю на Зею. Ох, там стоит одна дивизия. Ну-ка, пошли бить ее. Понял, тяжело. Это дается тяжело, окей. Пока давайте сюда вот пройдем, и с двух сторон будем пытаться ее давить. Ну, кошмар, цыкотел он сделали. А мы сможем с двух сторон... Как же это тяжело дается-то? Нужно Зеточку подвезти, она у нас очень жесткая. Вот с помощью нее мы сможем пробить. Опа, Адольф Гитлер мертв. Все, сегодня он скончался. О, боже. Совсем скоро уже должна начаться гражданская война в Германии. Значит, войска подверимся. Ты куда там отходишь сюда? Да постой-то. Сейчас организацию накопят. Мы пока здесь просто походим немножечко. Пошли сюда вот. Капец, они тут держатся. Ну-ка, пошли-ка сюда. А, слушай, а Зея не ушли? Ну, ладно. Окей. Ушли, так ушли. У меня сейчас все заглючил. Да, вот, поэтому оно и заглючило. Гражданская война в Германии. Весь рейх погрузился в хаос. Ну, теперь смотрите, что здесь произошло. У нас есть Геринг, есть также Борман, есть Шпиер, есть Гейдрих. Ну, Гейдрих это у нас сторонник Гиммлера. У него здесь самое невыгодное такое положение, но страна очень даже интересная. Там сюжет прикольный. Хотя ее остальных тоже интересный. Но не суть. Сейчас мы будем наблюдать за этим конфликтом и посмотрим, кто же здесь все-таки затащит. Сам Берлин и вот эта вот область вокруг него, она нейтральная здесь. Но потом она, короче, по сюжету тоже отойдет кому-нибудь там. Столица сейчас... Подожди, где твоя столица? Амур. Франко-бургундская война. Там все сейчас. Кстати, Бургундия, она напала на Францию. Но обычно Францию ничего сделать толком-то и не может. Не думаю, что сейчас что-то поменяется. О, где твои две дивизии стоят. Болгария остается на стороне Германии сейчас. Смотрите, сейчас происходит хаос в Осланде. Также исчезновение Каше вызывает беспорядок в Москве. По границам здесь произошли кое-какие изменения. Появилось здесь на карте Плескаву. Рейхкомиссариат Московия стал независимой. То есть уже от Германии, я так понимаю, да, здесь никто не зависит. Рейхкомиссариат еще сами по себе, потому что в Германии... Но такое себе происходит. Ей не дарят комиссариату своих. Всеобще восстание еще и в Польше сейчас происходит. Но вот это, кстати, то, что мы сейчас видим в Москве, это уже что-то новенькое. Тут повыделялся Смоленск, Орел. Такого не было. Это вот те обновы. Я на самом деле не читал, что там добавили, потому что она вышла. Я как раз записывал уже эту кампанию за фронт. Мне было не до обновы этой, потому что играли лишь на старой версии. Обновить же нельзя было, потому что охранки сломались. Вот. Поэтому сейчас прямиком я и знакомлюсь с этой вот обновой. Ну и, конечно же, Бургундия разобралась с Францией. Также еще и бредом себе куски здесь забрала. А вот в Англии происходит гражданская война. Английское сопротивление сражается против Королевства Англии. Ну, я так понимаю, здесь сопротивление вполне себе победит. Да, войск у него больше. Хотя, на самом деле, войск у Королевства Англии не так уж-то и мало тоже. Ну, а здесь еще Корновольское губернаторство сражается против сопротивления. А это у нас страна под немцами вообще должна быть. Ну, у них мало дивизий, поэтому такое. Сейчас, кстати, в Африке сформировали африканский щит. Ну, это все по сюжету идет. А вот в Магадане побеждает Милитрштадт, Мадагаскар. А вот здесь Хитнагдунская, это самое движение. Оно более-менее тащило, захватило почти половину Мадагаскара. Но, как вы видите, далее ничего сделать не получилось. А вот у нас здесь щит африканский. И он уже скоро должен будет конфликтовать с Южной Африкой. А вот здесь, в Восточной Европе, уже появился Воронеж. Вон какой. Также Витебск, Центральный Европейский Совет. Есть еще Объединенная Лига Осланда. Куча просто стран. Аж глаза разбегаются, какая здесь каша. Вот, а сама Южноафриканская война здесь случилась с восстанием. Никто не начинает войну. Или, вернее, никто в здравом уме не должен этого делать, не выяснив предварительно, что он намерен добиться этой войной и как он намерен ее вести. Восстание здесь случилось с фашистов. И им, конечно же, здесь будет африканский щит помогать. Значит, возвращаемся мы вот сюда вот. Тут что-то я отлегся. Нам нужно сейчас пробежаться до Чумикана. Там он почти уже, кстати, капитулировал. Немного осталось. Так вот, силу это взять. И, в принципе, все. Но думаю, что уже пора брать фокус на Магадан. Если в Варвар Старо-Заевского плохо, то прагматичность Матковского ничуть не лучше. Базируясь в холодном порту Магадана, он считается менее радикальным, чем Бадетский вождь. Но менее радикальный радикал все равно остается радикалом. Этот, по крайней мере, достаточно умен, чтобы знать, как присутствуются к предстоящему ситуации. И это делает его бесконечно более опасным, чем нацисты Зей. Ходят слухи, что Матковский ищет иностранного признания и помощи, доходя даже до позиционирования себя как умеренного претендента на Дальнем Востоке. Нельзя допустить, чтобы так продолжалось и дальше. Ибо сейчас просто иностранная помощь означает, что даже самая незначительная сумма может стать переломным моментом в битве между наследниками Харбина. Мы должны действовать быстро, и даже если это приведет к перенапряжению наших вооруженных сил. Мы должны попытаться покончить свой режим Матковского до того, как он намертво укрепится. Да, это в полном смысле авантюра, но мы должны совершить ее, дабы безопасить наше положение. Так, у нас есть 21 день. Там даже меньше, на самом деле. 11 дней у нас есть. Быстренько давайте сюда. Здесь... А, тут они куда-то там едут, а ну стоять. Держим их. Машинки заканчиваются, конечно, потому что мы их не делаем. Но хоть там нам дали с появлением этой дивизии, хоть сколько там. Пока, думаю, нам этого хватит. Ты иди-ка пока сюда, ты сюда. Вот видите, все. Астафрика нападает на Южноафриканский союз. Государство боги смерти, блядит войну государству. Так, это что там в Восточной Европе происходит, извините? Что за боги смерти? Краснозвездная Объединенная Армия. Офигеть. А неплохо они тут сделали, потому что прошлая нашей кампании в Москве была просто... Просто пустышка здесь, груз такой, через который нам приходилось пройти, для того, чтобы захватить Германию. Черные бригады, босеги. А вот у нас на социалисты здесь. Пенза также есть. А вот и боги смерти. Ооо. И они сражаются с Москвой. О как. По войскам чего у них? 3-7, 5-7 в Москве. Ну да, здесь, как вы понимаете, битвы немасштабные вообще. И, кстати, будем наблюдать мы еще за ЗРФ. Посмотрим, что они тут будут делать. Интересно, теперь будет понаблюдать со стороны вообще за ними. Так, ну мы там двигаемся. Как же здесь тяжело проходить. Это, конечно, да, не Европа. Как в прошлый раз мы играли. Тут суровую территорию. Так, дивизия. Ну да, я понимаю, но нужно держать. Ах ты гад, смотри, иди он стоит. А войска здесь стоят. И тогда нужно, получается, сюда идти. Тут пока одну дивизию оставлю. Ты давай так вот иди. Может здесь, да и пробьемся. Это было бы вообще неплохо, на самом деле. А здесь торгать ничего не надо. Пусть эта дивизия здесь помогает. Магадан с командиром. Вот война началась. Не хотел время тереть. Сразу мы и напали на этих. А, так, блин. А можно было время и потянуть. Потому что пока мы их не захватим, здесь фокус не откроется. Класс. Зато полетелась, покопим. А то, когда берем фокус, она медленнее растет. Я тут понапрожимала, кстати, вот это все дело. У нас еще три добычи есть. Нужно две куда-то потратить. Я думаю, насчет промышленного оборудования давайте возьмем. Было бы вообще неплохо. Так, здесь мы сейчас пробиваемся. А я что, дивизия истощается? Берите, полностью истощенная. О, ну здрасте. Проходим так, подожди-ка только. Магадан, ты стой на месте. Здесь можно пройти немного даже. Все, сейчас мы это берем. Тут все же следует держать их. Или они стоят там. А, тут эта машинка едет. Может, она сюда едет? Хотя нет, сюда. Да, приехала. Класс, ладно. Мы здесь можем с двух сторон атаковать. И мы сейчас пробьем нормально будет. Магадан что-то как-то... Сколько у тебя войск вообще? Может, мне там еще войск не осталось? А, где? А, я вас понял. Тут же, помните, Амур закрыл котел. И в итоге получилось так, что осталась всего лишь одна дивизия Магадана. Все, мы тогда сейчас просто ее так обойдем. Я опустил сразу дивизию на столицу их. Пробежимся по побережью. Что там у нас? Так, а, вот с Москвой, подожди. А, Москва захватила этих. Блин, было бы интересно, если бы они тут начали гадость свою творить. Я бы за это такими понаблюдал. В Германии пока, ну, конечно, Гейдрюху максимально фигово. Но здесь пока сложно что-то сказать. Насчет английского сопротивления, смотрите, побеждает. И она сможет даже Корнуол отбить. Просто в прошлый раз было все вообще наоборот. Ладно. Ну, ты там будешь, чувак, 98%. Да ладно, это все из-за того, что мы не взяли эти две провинции. Ладно, погнали кого-то сюда, вот. Ты топай сюда, ага. Тут можно просто давить. Смотрю, они полностью убиваются вообще. Так что нормально. Сейчас мы туда двигаемся, еще и Магадан берем. А здесь, думаю, тоже можно, в принципе, давиться. Получится у нас такое. А ты сюда иди. Вот. Я и думаю, этого хватит. Там 2%. Здесь как раз 2% и находится. Не буду бегать туда, давайте здесь зажмем. Хотя, с другой стороны, Таня, не хочу войска свои отводить. С Магаданом быстрее так разберемся. Просто, чтобы больше снаряжения получить, можно было их не добивать. Просто Магадан вон, что делает, а? А он, идиот. Слушай, так идиот, это плохо. Это может перекрыть эту единичку. Там уже не мы его перекроем, а он у нас. Быстрее здесь заканчиваем, давайте. Тут проходим сейчас. Опа, прошли. Проценты подскажи. Тебе судить. Прикольно. Все, все. Ты, блин, а? Ладно. Вот эту единичку я отправлю сейчас вот так вот. Ты иди сюда. Ты давай вот сюда. Да и, в принципе, сейчас с ним уже разберемся. Топливо только заканчивается. Десять тысяч осталось у нас. Перекрыли, да, пофиг. Магаданский порт захвачен. Когда наши войска прорвались через дальневосточные рубежи, их наступление на вражеские земли было установлено только морем. Великий Тихий океан, открытый и широкий, встретил наших людей после кровавой битвы, когда Магадан перешел под наш контроль. Ледяные и неспокойные воды простирались перед ними на многие километры во всех направлениях. Таинственный простор сибирских вод был домом для самого значительного порта в восточно-русских пустошах. Центр торговли и контрабанды с усобым вкусом к японским и американским товарам. Магаданский порт открывает перед нашей администрацией большие возможности не только в торговле, но и международной репутации. Имея под нашим контролем этот бесценный порт, мы молимся о том, чтобы наша нога оказалась на пороге международного признания торговли. Ворота в России надежно защищены. Магаданский порт. О! Торговый конвой сам из производства уменьшается, а также производство верфи и скорость строительства верфей. Но пока мы флотом особо не занимаемся. Ну, потому что мы вообще им не могли заниматься. А теперь, видимо, придется. Хотя здесь Тихоокеанский флот нам, по сути, не нужен. Чем будем им делать, а? Для торговли таки, да, а для всего остального там не особо нам он будет нужен. Свободные верфи, кстати, у нас теперь появились. Ну, конвой, да? Давайте будем конвой делать. Охотск мы уже взяли. Давайте-ка... Ладно, пусть эта девизь идет сюда, а эту единичку будем гонять сейчас. Так, разведку взяли. Готово. Вот, блин, был Викторипойн где. Вот его надо брать. Я что-то тут мучился, капец. Ладно. Бойцы Белой Армии многое повидали в своих походах против фашистов на Амуре, но они не были готовы к тому, что обнаружили в тот день. Фашисты, находившиеся на грани полного разгрома, ночью оставили свои позиции, спасаясь бегством. Продвигаясь мимо своей прежней оборонной линии, отряд вскоре наткнулся на то, что они сначала приняли из-за проволочного забора и наблюдательных вышек, как укрепленный склад снабжения. Башню заброшенной небольшая группа добровольцев под пристальным наблюдением прорвала главные ворота. Вскоре после этого они вернулись с белыми делицами. Остальная часть подразделения вскоре поняла почему. Комплекс был не складом снабжения. Это был скорее лагерь для тех, кого режим разведского считал нежелательным в любом виде. Политически, социально, этнически, религиозно или вообще по любой причине. Бывшие охранники лагеря дезертировали вместе со своими соотечественниками, но оставили своих заключенных. Оболочки, которые двигались, были скорее скелетами, чем людьми. Ходили в оцепенении, казалось, даже не признавали своих освободителях людей. Многие бежали в первобытном ужасе при виде униформы, независимо от того, кому она принадлежала. Двое из них умерли вскоре после того, как наелись едой, которую предоставили солдаты, до того, как медики ввели строгое нормирование. Но хуже всего было, когда молодой эфреатер обнаружил могилы такого масштаба, что, несмотря на все их попытки, фашисты не смогли должным образом скрыть их. Его вырвало прежде, чем он упал в обморок, и пришлось приложить много усилий, чтобы прийти в себя. Командир части поспешно разослал сообщение с требованием помощи. Он хотел, чтобы его люди как можно скорее покинули это адское место, ибо он не знал, сколько еще они смогут это выдержать. Мы когда-то называли этих монстров союзниками. Магаданский порт зах... А, так мы еще раз. Еще один. Спасибо. Может, даже два нам дадут, а? Можно два таких бонуса? Магаданский порт. А еще? Молодец. О, еще. Адри не дали нам. Ну ладно. Было бы, конечно, неплохо так эти штамповать конвои со скоростью, блин, световой. Значит, берем сейчас мы здесь в Магадан, и в принципе все. Казнь Константина Радзоевского. Константин Радзоевский в последний раз огляделся по сторонам. Его любимая Сибирь была так же прекрасна, как и всегда, и его тюремщики не могли бы выбрать более прекрасный день, чтобы казнить его. По дороге к месту казни он кричал до хрипоты, и все, что осталось от него, излучая каждую черту лица, это ярость. Это было то, что его палачи без сомнения могли видеть. Константин Радзоевский, у вас есть последнее слово. Пока главный палач говорил, Радзоевский снова обратил свое внимание на людей, которые теперь целились в него из винтовок. Да, есть. Его больное горло с трудом выговорило слова. Все, что я делал, я делал для России. Вы можете называть меня чудовищем, но скоро люди поймут, что только чудовище имеет силу спасти эту страну. Может быть, если бы я убил этого дряхлого ублюдка Семенова и остальных забытых пережитков прошлого еще в Харбине, когда у меня была такая возможность, мы оказались бы в совсем другой ситуации, да? Демагог издал болезненный хриплый смешок и выпрямился насколько мог. Ну так давайте, гордитесь своим слабым царем и стреляйте уже в меня. Шквал оружейных выстрелов удачно прервал насмешливые последние слова Радзоевского, и бывший фашистский лидер упал на колени, прежде чем рухнуть лицо в окровавленный снег. На этом его движение завершило тот самый путь, которым он следовало все эти годы. Безудержное и жесточное насилие. Возможно, на российском Дальнем Востоке есть какая-то справедливость. Так, поддержка партии национал-социалистов у нас падает на 10%. Вот. Тем самым, популярность нашей партии, Михаила Второго, увеличивается. А фашисты сейчас популярны всего лишь на 2%. Теперь, когда мы закрепили за собой Амурский регион, мы можем оценить средства РФП и точно решить, что нам следует сохранить. Одним из немногих по-настоящему полезных ресурсов, унаследованных нами от Радзоевского, является его связи с Японией. Хотя они не совсем довольны тем, что мы свергли их с золотого мальчика, японцы не более чем прагматики. Они знают, что наша администрация была бы гораздо предпочтительнее возрождающего Советского Союза. И даже если их стратегия будет заключаться в том, чтобы снабжать нас в печатной попытке сохранить Россию разделенной, мы примем любую помощь, которую сможем получить. Штурмовые винтовки, артиллерийские орудия, грузовики и даже пули. Все, что они готовы продать, мы готовы купить. Торговцы оружием поначалу могут быть холодны, но мы можем заставить их принять нашу точку зрения. Несколько завуалированных угроз о возрождении Союзов и последующее метафорическое мелькание долларовых купюр приведут их в восторг. Разблокируем возможность контакта с Японией. Пройдет событие «Звонок из Токио». Окей, давайте. Опа-на. Смотрите, что сейчас происходит. А у нас здесь появился отец с севера. И пока что, пока что он просто получает территории. Сейчас он еще Чукотку себе заберет, вот эти земли. И потом уже у нас начнется сюжет с ним. У нас не заканчивается сюжет на Амуре и Магадане. Опа, смотри, куда пошел. Следующий наш соперник, я так сделаю небольшой спойлер, это будет вот этот вот батя. Но там будет кое-что интересное, что вы увидите чуть позже. Министр иностранных дел Николай Ухтомский нервно барабанил пальцами по столу, глядя на телефон. Была поздняя ночь, и он забыл о сне, чтобы дождаться чрезвычайно важного телефонного звонка, который, как он знал, должен был последовать. Воздух в комнате был напряженным. Единственными звуками были звуки сов на улице, пальцев Ухтомского и напольных часов в углу. В конце концов позвонил телефон, и Ухтомский вскочил, сразу подняв трубку. Ухтомский слушает. Вы получили наш телеграф. Говорящий на другом конце провода прекрасно говорил по-русски, но с отчетливым японским акцентом. Да, ответил Ухтомский. И я хочу заверить вас, что хоть правительство и сменилось, его намерения остались прежними. Обычные контакты будут продолжаться как и есть. Но теперь они будут представлять нас. Это приемлемо. Последовала долгая пауза, и Ухтомский изо всех сил пытался сдержать нервозность. У нас были очень специфические договоренности с предыдущими партиями, сказал голос. Намерено ли ваше правительство придерживаться этой особенности? Да, однозначно. Очень хорошо, мы сделаем и то же самое. Говорящий на другом конце резко повесил трубку. Ухтомский откинулся на спинку стула и облегченно вздохнул. Начало прекрасных отношений. Уровень японской поддержки ощутимо возрастет. Сейчас здесь я открываю тайники, получим пехотное снаряжение, также еще противотанковое снаряжение для пехоты. А потом работа для наемников. Дивизия наемной пехоты будет доступна для нас. Войска станет у нас побольше. Единственный прикол это то, что у нас сейчас ноль людских ресурсов. Это есть некоторая проблемка. Так, ну потому что все ушло на гарнизон. Гарнизоном у нас там что занимаются? Какие дивизии царской дивизии этим занимаются? Ну, в принципе, лучшей нету. Поэтому пускай она и занимается. Мы сейчас что можем сделать? А именно провести национализацию этих земель. Тем самым не париться насчет подавления и сопротивления здесь. Конечно, два месяца придется подождать. Но зато людские ресурсы подрастут. Очень даже сильно. Пока, да, пока ноль. А Малунь, кстати, уже захватил здесь всю запад. Но фокусы пока у него не появились. Но нам сообщат, когда там уже все у него появится. Здесь, кстати, в Сибири Томск воюет против Новосибирска. Но, я так понимаю, Новосибирску здесь недолго осталось. Хотя, у Томска тоже дивизии не так уж и много. Их, конечно, больше, ну, скорее всего, на единичку просто. Размер, конечно, странно отличается сильно. А вот по войскам примерно они одинаковые. Кемерову пока не взяли. Но здесь, понимаете, Томск прямо рядом. Его стоит взять и Томску будет уже плохо. Кстати, здесь смотри, что происходит. А, западно-русский революционный фронт пошел по пути Жукова. Если вдруг Тухачевский сейчас захватит фронт. Оп, хохма будет, а какая? Гейдриху сейчас, кстати, максимально фигово его здесь давят. Вот она. Боги Севера. Постепенно до нас начали просачиваться слухи о передвижениях в отдаленных сибирских регионах. Мы не можем сказать, что эти слухи означают. Но тот факт, что какая-либо форма новостей из этого региона просочилась до нас первые за 20 лет, заставляет задуматься. Сообщения говорят о волнениях среди верующих. Те немногие торговцы, что пробираются далеко на север и по восточно-сибирским торговым путям, рассказывали о целой общине, поющей молитвы, о церквях, полностью заполненных народом и о какой-то фигуре, объединяющей ведущие это сборище людей вперед. Никто точно не знает, что спровоцировала эту акцию, но жители Сибири продолжают молиться за каждого человека. Они зовут его Отец. Ничего, кроме чуши. Это вы смотрите, что нам лично вышло. Это вышло всего миру. А вот что вышло нам. Посреди бесконечных войн за Дальний Восток мало кто заслужился обратить внимание на холодные земли севера. Кроме нескольких шахтерских городков, изолированных в чукотских деревень и кочевников, местность была более или менее заброшенной. Поговаривали, что несколько безумцев время от времени пробирались туда, пытаясь основать свою собственную империю. Но земля упорно отказывалась быть прирученной. Так было до сей поры. Все началось с истории. Путешественники приносили с собой рассказы о целых деревнях, объединенных в молитве, поющих песни надежды и меры во имя Господа. В этом не было ничего необычного. Россия оставалась благочестливой даже во времена Союза. Но когда они стали рассказывать одни и те же истории разных деревень, наши вожди заподозрили неладное. Теперь мы знаем почему. Эмиссар прибыл к нам с объединенного севера. Он пришел только для того, чтобы передать послание от его учителя, так называемого отца Александра. Он провозгласил, что весь север должен объединиться во имя Бога, объявив, что мы совершили тяжкий грех и осквернили земли Святой Руси. Он покаялся вести против нас свое стадо последователей и придать нам две вещи. Божественный гнив и божественное спасение. Мы надеялись, что это какая-то шутка, но наши разведчики уже сообщают о движениях на северных границах. Север действительно приближается, и их гимны становятся все громче и громче с каждым днем. Мы должны подготовить нашу силу, чтобы встретить эту армию лицом к лицу. Похоже, однако, что среди нас есть те, кто предпочел бы покинуть свои земли и отдать жизнь во имя этого безумного крестового похода. И два варианта у нас здесь есть. Мы должны подготовиться к этой угрозе, дабы приветствовать Господь эту заблудшую душу. Если мы выберем второй вариант, то мы начнем играть за божье владение над Дальним Востоком. Вот. Но. Эта кампания за читу, кампания за это самое владение, за отца, у нас будет как-нибудь в другой раз. Обязательно будет, потому что это будет реально интересно за такое поиграть. Но пока что нет. У нас планы совершенно другие. Это уж если хотите поиграть за отца, то нужно начинать за читу и вот таким вот образом дождаться этого ивента, и тогда уже пересаживаться за отца. Фокусы у него появились, и он уже плохо на нас настроен. Хаммурский оман, магаданский змей. Ага, только это уже все. Это мы уже решили. А вот... Что за фокус такой интересный? Уровень бедности? Только здесь чита не существует. Условие такое. Вот. То есть они, как вы понимаете, очень скоро на нас налетят. И мы должны быть к этому готовы. Фокусы очень быстрые, по 15 дней просто пролетят незаметно. Сейчас давайте-ка мы построим, пожалуй, может, новые школы или научно-исследовательские учреждения. Давай-ка лучше квалификацию рабочих. Будем обучать рабочих. Теперь нам нужно ждать, пока национализируются вот эти вот земли, потому что я не могу делать новые дивизии, а также не могу пополнить количество людских ресурсов в наших дивизиях. Потому что там тоже не хватает. Суд над Михаилом Матковским. Михаил Алексеевич Матковский, лидер Российской фашистской партии, вас обвиняют в чудовищных преступлениях против России и ее народа. Что вы скажете в свою защиту? Какое-то время Матковский молчал. Он за всех сил старался сохранить самообладание, чтобы сохранить хоть каплю достоинства, но ситуация затрудняла это. Я хочу сказать, что в мои намерения никогда не входило причинение вреда России. Я сделал только то, что считал необходимым, чтобы вернуть силу единства этой сломленной нации. И если уж на то пошло, я бы сказал, что мое правительство было гораздо более легитимным, чем этот фальшивый суд. Матковский практически сразу подвергся насмешкам практически всех присутствующих на суде. Он попытался увернуться от овощей, которые бросали в него люди из зала суда, но ему было трудно это сделать из-за удерживающих его охранников. Один из обвинителей, который почти полностью состоял из членов штаба Читы, использовал это возможность, чтобы наброситься. Господин Матковский, я уверен, что вам известно, ваш отец храбро погиб, сражаясь вместе с нами против большевиков во время гражданской войны. А чего добился его сын, стоя здесь, обвиняемый как военный преступник и фашистский тиран? Михаил Алексеевич, вы позорите наследие своего отца и наше движение. Я бы пошел еще дальше, объявив, что вы не заслуживаете даже имени Матковского. Матковский, который все еще был озабочен нападками из зала, посмеялся над этим обвинением. Это смешно. Как вы посмели? Прежде чем настроение могло еще больше накалиться, судья несколько раз ударил молотком, чтобы восстановить контроль над судом. Порядок. Я буду иметь порядок. Теперь, Михаил Алексеевич, вам предъявлено обвинение в более чем 10 тысячах убийств и трех пунктах обвинения в преступлениях против человечности. Что скажете в свою защиту? Ответ обвиняемого никого не шокировал. Невиновен. Прежде чем это неповиновение могло вызвать новый хаос в суде, был назначен часовый перерыв, чтобы суд обсудил приговор. Его пощадят из уважения к отцу, но он никогда не вернется в Россию. Никакой пощады этой твари, он должен быть расстрелян. А вот что делать с Матковским? Напишите в комментариях, как вы думаете, что делать с правителем Магадана. Ну, с бывшим правителем. А вот улучшать контакты с Японией, это будем делать мы уже в следующей серии. Полит-лассе подкопил, мы ее, как раз, будем на это тратить. Насчет Матковского, напишите в комментариях свое мнение. Пока мы на этом закончим, спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, скачивайте моды на русском языке, наша группа ВКонтакте. Пишите там вопросы на стене или просто делитесь интересными моментами. Ставьте обязательно колокольчик, включайте все уведомления, чтобы больше не пропускать новое видео. Оформляйте спонсорку, чтобы получать крутые бонусы, а также играйте в мультиплинарные партии, просто общайтесь на наших серверах в Дискорде по ссылкам в описании. Ну что ж, с вами был Эмброс, спасибо большое за просмотр, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok